Бокер Тов, доброе утро! Начинаем наш очередной урок, второй урок по главе Бешалах. Урок за хороший шедух Арон Илье бен Двойра, за поднятие туши Яков бен Нахум, Владимир бен Григорий, Ури бен Харитон, за здоровье Светлана Батклара и Полина Перба, Соня Сура. Мы прошли сквозь море, посоху. Египтяне утонули. Те египтяне, которые больше над нами издевались, тонули как солома, очень долго. Те, которые вели себя получше, они утонули как свинец в могучих водах, мгновенно. Чем меньше издевались, тем быстрее умерли, без страшных мучений. Теперь мы вышли на берег моря и увидели наших бывших хозяев египтян, мертвыми на берегу моря. И теперь мы поняли, что Всевышний нас полностью освободил. И теперь мы уже не рабы египтян. Мы воспели песню. Маше с мужчинами поет песню. Восхваляет Всевышнего. Заменитая песня в Торе стоит. А Мирьям с женщинами поет песню, танцует, импанами, арфами. В общем, такой праздник у нас. Написано, что поверили в Бога и Маше служителя его. После этого написано, что отвел Всесильный сынов Израиля. Вместе с Маше вышли они в пустыню Шур. А потом шли три дня по пустыне. И написано в главе Масей, что вышли среди моря в пустыню. И шли три дня по пустыне и там. Что это такое? В главе Бешалах говорится Шур. Потом три дня по пустыне. Там пустыню. И три дня по пустыне и там. Что это такое? Или это одной и той же пустыни два названия получается? Или это две разные пустыни? Наши мудрецы пишут в Медраше, приводят его. Говорят, что все вот эти пустыни и Шур, и Там, и Син, и Синай, и Паран, и Цин, и Кадеш, и даже степи Ордана напротив Верихона. Что это одна большая синайская пустыня. Так что, скорее всего, это местности в пустыне Синай. Вот так вот. И написано, что пришли в мору. В море вода горькая. Поэтому и назвали мора горькая. Воды нет. Мы, конечно, что должны были делать? Просить Всевышнего молиться. Чтоб Всевышний дал нам воды. Мы что делаем? Мы начинаем роптать на маше. Ты вывел, ты виноват. Маше молится Всевышнему. Всевышний говорит, возьми дерево, брось в воду. Какое это дерево? Есть в мене, что это инжир, есть другие варианты этого. Но факт, что Маше бросил дерево в воду, и вода стала хорошей. Там мы пили воду. И Всевышний сказал, если вы будете себя достойно вести и соблюдать заповеди, то не будете страдать от болезней, от тех казней, которые были в Египте. Ничего у вас такого не будет. У вас все хорошо. И потом написано, что вышли из моры и пришли в Элим. А в Элиме 12 источников воды и 70 финиковых пальм. Получается, что каждая колена получила по источнику воды. Все 12 колен. А финиковые пальмы, 70 старейшин, это бывшие наши насмотрщики, получили 70 финиковых пальм. Они это заслужили. Над ними издевались египетские надзиратели, когда они нас не заставляли давать то же количество кирпичей, которые требовал от нас фараон. И страдали они от побоев. Теперь они стали еврейскими старейшинами. И они отдыхали каждый под пальмой. И у кого какое дело, подходили к ним. И спрашивали, как поступать в той и той ситуации. Там все-таки миллионы народ. Нужны много судов и все остальное. В общем, есть о чем спрашивать. Всегда у народа есть какие-то вопросы. Это у нас был такой отдых в Элиме. После Элима пришли мы опять к море Сув. Мейдраж говорит, что мы собирали драгоценности из колесниц. Золото снимали с них. Колесницы Всевышний выбросил все на море. Потом мы пришли от моря Сув, пришли в пустыню Син. Пустыня Син называется так до того, как мы получили 10 западей на горе Синай. И тогда добавится 10. Ют маленькая буква. И тогда она станет называться пустыней Синай. Пока называется пустыня Син. Вот так вот. На сегодняшний день, сейчас наш урок заканчивается. Всем всего самого наилучшего. До следующих встреч. Субтитры сделал DimaTorzok